Вечерний перехват с Владимиром Андронаки и с Салией Сарсенбаевой. Про то, о чем все говорят, спорят и размышляют. Серьезно о серьезном. Возрастное ограничение 12+. 872 дня трагедии, мужества, самоотречения и надежды. Подвиг жителей блокадного Ленинграда, совершенный в годы Великой Отечественной войны. Он навеки остался в истории, вечным символом беспримерного героизма и крепости человеческого духа. Эти события мы сегодня и обсуждаем. У нас в гостях Елена Владимировна Латышева, доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения Крымского федерального университета. Я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте, Елена Владимировна. Студийные номера плюс семь девять семь восемь четыре нуля двести шестьдесят четыре. Это тот номер, на который вы можете звонить нам со своих мобильных. Также вы можете написать нам на короткий номер сорок шесть сорок семь в начале. Обязательно наберите слово Крым. Ну а также вы можете нам написать на Вайбер и Ватсап по номеру плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Елена Владимировна, Ленинград-то по сути в Советском Союзе был приграничным городом. Совсем недалеко от границы Финляндии, да и тут Балтийское море, вот и все. Но отчасти, безусловно. Дело в том, что сама финская кампания 1939 года – это возможность убрать границу от практически города. То есть как бы мы не рассматривали финскую операцию со всеми ее отрицательными положительными моментами, да, появлением там снайперов, да, как явление, да, неизвестного доселе, тем не менее это было сделано, наверное, правильно. Ну вот с точки зрения сохранения города. Границу, если я точно помню, на двести с лишним километров отодвинули. Представьте, если бы эти двести с лишним километров не было, я думаю, что и Ленинград не смогли бы удержать. Итак, отодвинули. И вот, когда началась война, то очень быстро немцы придвинулись к Ленинграду, так ведь? Ну, они по всей территории, если вы помните, проходили с начала войны. Даже гораздо больше они проходили. Там вообще в первые дни колоссальные, двести километров, да, то есть даже при… Если мы с вами представим, как быстро или не быстро двигалась техника в тот период времени, а это сейчас двести километров – это не так много, скорость средней машины – сто километров в час. Во-первых, другие дороги, другая техника. Тогда двести километров, когда… Ну и потом это всё-таки с боями. С боями, то есть… Это значит… Это очень быстро. Не то слово. Да. И когда я первый раз задумалась уже после студенческой жизни своей, что такое пройти двести километров за день, ну, для меня это был шок. Это значит, что совершенно никакого сопротивления, это ошарашенная, да, ошарашенная страна, совершенно не понимающая, что происходит, совершенно практически отсутствие сопротивления какого. Там были очаги локальные. Очень серьёзные были очаги. Да, которые обходили и шли дальше. Но линии фронта… Да, та же Брянская крепость. Линии фронта как таковой, пока она сформировалась, прошло тоже длительный период времени. Почему так быстро подошли к Ленинграду? Дело в том, что отодвинуть-то отодвинули, делали правильно, ну, с точки зрения, наверное, тактики, стратегии военной. Но укрепить-то времени не было. Да, да. То есть там не было вот эта вот зона, она длинная была, да, причём климатические условия далеко не радужные, а её укрепить достойно не успели. И поэтому вот здесь как раз-таки была проблема. Если бы поставили доты, дзоты, фортификационные сооружения специальные, да, то, наверное, смогли бы задержать, приостановить. Ну, вот это была проблема. Поэтому и вышел приказ Сталина, в котором он подчёркивал, почему всё время отходите, больше никаких отступлений возле Ленинграда. Стать намертво. И всё. И вот такой очень жёсткий был приказ. Ну, а почему вот так вот? Почему? Ну, отдавали, ну, отдали Киев, ну, Одессу отдали, всё с боями, конечно, Харьков, там, Минск. Ну, отдали бы Ленинград. Ну, может быть, сохранили бы жизнь, выровняли бы как-то линию фронта. Ну, я, конечно, не занималась картографией, да, и есть в истории специалисты-картографы. Я с несколькими знакома, которые изучают именно картографические особенности. Может быть, там именно с точки зрения военной тактики, стратегии были какие-то особенности, да, почему. Но я этически, конечно, понимаю, что в сердце каждого советского человека в тот период времени были две столицы. Это была Москва и был Ленинград, да. И они не представляли себе вот свою жизнь, ну, я попробую иначе объяснить. Начало войны было очень тяжёлым, и моральный дух был очень угнетённым. Он не упал, нельзя так говорить, но его угнетали, да, события. Вот те количество километров, которые проходили, те бои, которые, ну, давали огромное количество потерь и не давали результата. И если бы пал ещё Ленинград, это могло вот суккубить ситуацию психологическую. Может быть, это один был из компонентов, может быть, он не был доминирующим. Да, а вот удержание, удержание – это продолжение борьбы. Это не потеряно, не нарушено, да, есть шанс, есть возможность. И это вот, мне кажется, один из таких очень важных факторов. А ведь вот этот момент нерациональный, он очень часто присутствовал, ну, будем говорить только о Великой Отечественной войне, не вообще, а в истории. И именно эта нерациональность и позволяла, ну, там, выигрывать битвы, запоминаться на века и так далее. Ну, та же Брестская крепость, ну, чего её защищать? Её обошли, а они там бились месяц. Ну, они не знали, что их обошли, это раз. Они были искренне уверены, насколько я понимаю, они были искренне уверены, что линия фронта за их спиной, понимаете? Им в голову не приходило, что они… Но когда к ним перестали приходить, подкрепления нету, подвоза нету. Понимаете, недалеко бьются. Может быть. Человеку, понимаете, ну, им в голову не могло прийти, что они находятся в тылу врага на такое количество, на такое огромное расстояние. Хорошо. Тогда другой пример. Дом Павлова в Сталинграде. Ну, чего его держать? Ну, оставьте этот дом, отойдите чуть-чуть. Вот знаете, вообще славянский мир, он далеко не рационален. Вот есть понятие такого этнического самосознания, и здесь, наверное, вот это присуще славянам очень сильно. Я не могу это объяснить. Немцы – это рационализм. Вы, никто не будет спорить, германцы – это такая вот педантичность, актуальность, рационализм. Славяне – это душа. Может быть, всё-таки даже не о немцах, а вообще о европейцах говорить. Если стоит перед выбором маленький голландский городок быть разрушенным и захваченным, то голландцы скажут, ну, ладно, не надо нас разрушать. Возьмите ключи от города. Вот вам ключи от города и Алфидер Зейн. Ну, видимо, да. Всё-таки, наверное, я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что прекрасная Европа развивалась раньше, становилась образованной, культурной раньше. За эти различные столетия она приобрела какие-то другие качества, которые были принесены, наверное, протестантизмом. Ваша личная удача – это больше, чем удача сообщества. Вы должны быть удачны, говорит протестантизм. То есть там изменения сознания произошли. Православная религия, которая накладывает отпечаток на весь практически славянский мир, она немножко иначе трактует действительность, нашу с вами внутреннюю свободу, по-другому представляет. Здесь тоже и Россия прошла свой путь и проходит свой путь. Большое государство с разной культурой, религиями, перетечением этих культур, религиозных представлений. Она по-другому развивается, по-другому видит этот мир. Наверное, и в этом есть основная такая причина. Причина непобедимости, по сути. Да, представление о том, что мы не можем подарить, отдать, сдать. Это позорно, это ужасно, это трагично. Даже когда практически нет шансов. Да, вот такая жертвенность. Вообще в православии одна из основных таких вот, ну, уважаемых, наверное, вещей – это жертвенность. Человек должен жертвовать. Неважно, ради семьи, ради детей, ради родителей, ради родины, ради служения. А если это человек религиозный, да, религиозному своему. Да, либо отечеству. Отечеству. Но служить. Ведь мы не говорим военный человек, мы говорим служилый. Да, именно так. Он служит. И, наверное, вот это совмещение с культурой, религией на данной территории и, естественно, какого-то такого нашего внутреннего антропологического, наверное, антропологической составляющей, она даёт вот такой результат. И плюс большая территория. Вы знаете, сейчас у нас будет перерыв, но до него ещё есть немножечко времени. А я вспомнил фильм «Дюнкерк», современный фильм о том, как высадились англичане в Нормандии, вот, а потом как-то плохо сложились обстоятельства, и они вынуждены покинуть. Вот, 300 тысяч человек насчитывает эта группировка. И вот они сгрудились на маленьком пятачке побережья, ждут кораблей, не вступая в бой. А там наступают немцы. Это Вторая мировая война. И вот они, не вступая в бой, стремятся как можно быстрее, чтобы их забрали опять на Великобританию, переплыть через этот канал. И вот их встречают и говорят, как вы молодцы. Да мы что, мы же ушли, но вы себя сохранили. Ну, такое, знаете, человеческое отношение к своим ресурсам, наверное, есть смысл. Понимаете, когда вы смотрите историю государства, понимаете, что в прекрасном государстве Чехия... Мы сейчас прервёмся. Вечерний перехват с Владимиром Андронахи и с Ильёй Сарсенбаевой. Вы вспомнили Чехию. Я хотела сказать, что есть народы, где небольшое население, но небольшое по сравнению со 140 или 150 миллионами России, да? И, естественно, вот страх потери своей самобытности или потери своего национального лица, размывания, там значительно выше. И, естественно, для них ресурс человеческий очень важен. Они понимают, что есть грани возврата, вот за которую перешёл народ, а дальше он просто растворяется и исчезает. И для них вот сохранение каждого часто становится национальной идеей. Ну, вы прекрасно знаете, мы при Балтийских странах сейчас размывание происходит очень сильное. Молодое население покидает государство, в Европу езжает на работу, не возвращается. И остаётся пенсионного возраста. Это так, это так. И у них паника, и она у них дальше будет нарастать, потому что, а кто будет сохранять культуру, развивать, поддерживать? Ну, немножко это иная тема в сравнении с тем, что когда война идёт и когда надо защищать свой дом. Для англичан, видимо, они её ощущали или воспринимали как войну не совсем за свои, вернее, за свои интересы, но не на своей земле, понимаете? Когда наш корпус защищал Париж в Первую мировую, нас же там полегли. Да. И всё. Потому что был приказ. Есть страны, которые, если посмотреть их историю, они прекрасные, развитые страны, они никогда не стремились защищать ни от единоверцев. Они себя не защищали. Ну, в лучшем случае свои границы. Вся Европа легла под Гитлера, извините за такое вот просторечие, но именно так оно случилось. А потом они встали в ряды. Кстати, вот возвращаемся к Ленинграду. Немцы-фашисты, немцы-фашисты. Что там были? Только немцы-фашисты? Нет. Это удивительно. Мы начнем с того, что в советский период, когда я ещё была студентом, нам об этом не говорили, не писали. Это было не принято. Там были итальянцы, там были испанцы, там была Северная Африка, добровольцы. То есть это было совершенно разно-национальное сообщество. Финны, испанцы, французы. Морской флот Италии, да, вот итальянцы-морской флот. Да, и Северная Африка. Да, и Северная Африка, да. И всё вермахт. Да, да, да. Вот такая, мы уж не говорим о других фронтах, там все были. И Румыны, и Венгрии, и так далее, и тому подобное. А вот Ленинградский фронт вот так вот. И сражались. Да, и сражались. И достойно, и описаны случаи, когда достаточно героически. Вот. И на стороне Германии. То есть они разделяли идеологию, разделяли представления. И вот здесь интересная тема, которую интересно бы было поднять. Почему такое количество людей очень европейских, да. Вот мы сейчас часто восхищаемся европейской идеологией, представлениями о мире, о пространстве, о свободах, которые даёт демократическое общество. Почему они принимали фашистскую идеологию? Почему они добровольно, да, или недобровольно в зависимости в каждом государстве? По-разному. И сами же немцы. Вот удивительно, да. Ведь многие потом признавали, что совершенно не хотели идти по этому пути. Но тем не менее пошли. Но в Германии идеология была очень чётко отточена, и после Первой мировой войны они чувствовали какую-то свою униженность национальную. Но это страшное ощущение, когда народ считает себя униженным. Здесь можно на этом очень хорошо сыграть. Украина, кстати, идёт по этому пути сейчас отчасти. Но это искусственное. Никто Украину никогда не унижал. Украину собрал Советский Союз искусственным образом. Для украинцев. Совершенно верно. Если уж говорить, кто руководил Советском Союзе, так там какая часть была огромная украинцев во главе СССР. Но это оставим в стороне, и даже немцы оставим в стороне. Это умопомрачение было массовое. Но то, что Европа так легко и спокойно восприняла, ну вот считается, мы же считаем, страны-коалиции победители Советский Союз, Великобритания, Соединённые Штаты, Франция. И тот же Кейтель сказал, что и эти тоже нас победили. Да, да, это очень известная фраза. При том, что большая часть французов воевала на стороне Германии. И, по сути, отстаивала Берлин, потому что в Германии не осталось уже призывного возраста никого. То есть в последний период войны от Германии в армию поступали одни подростки. Я вообще не представляю, как подросток может... Нет, я понимаю, что может воевать. Да, понимаю. Но это ребёнок всё равно в моём сознании. Но это психологические им накручивания было. Промывают мозги, да. Умопомрачение, да. То есть некого было брать. Умопили фаоспатроны и слали вот туда на передовую. То есть дошли до того уже истощения своего ресурса, что детей отправляли, подростков. И глубина падения, что детей просто как пушечное мясо использовали. А французы защищали Рейстак. Да, и совершенно искренне. Но видите ли, вообще здесь очень сложно это всё оценить сейчас, потому что для меня удивительно, почему французы, свободолюбивая нация, принёсшая миру демократию, первую буржуазную революцию, вдруг принимает решение поддерживать, по сути, фашистский режим и защищает его ценой своей крови. Не своё государство, которое очень быстро попало под власть Германии, а вот германское государство, да. Или империю, как это можно сейчас сказать, немецкую того периода. Но вообще удивительная вся ситуация. Ведь посмотрите, не немцы придумали фашизм, изобрели итальянцы. Фашовый пучок. Да, конечно. Муссолини придумал. Да. Но они-то для себя это транслировали почему-то, именно идею итальянскую. Итальянцы-то изобрели, но они тихонечко, тихонечко, тихонечко. Но в самом фашизме итальянском не было уничтожения евреев. Они не декларировали уничтожение евреев. Это чисто немецкое изобретение. Потом они привнесли в ту же Италию. Да, но это не их было. Но это не их было изобретение. Да, конечно. То есть как это всё в Европе перетекает из одного государства в другое, иногда вообще очень удивительно. Но тем не менее, европейские государства, по сути, приняли диктатуру фашистскую. И в ней работали, жили, защищали. И вот здесь возникает вопрос. Им было настолько непонятно советское общество? Они так его боялись? Чего? Или их устраивало немецкое? Оно было понятно? Оно как-то приемлемо, удобно? Почему? Их обрабатывали так, что Советский Союз придёт, у вас ничего не будет, или вы погибнете. То есть я не видела работ на эту тему. Интересно было бы. Может быть, есть зарубежная работа? Не сталкивалась. Но будет возможность, может, по ещё. Как оцени, почему такая ситуация? Леонидовна, обратите внимание, что культура на бытовом уровне была абсолютно идентична. Маленькие опрятные города. Что во Франции, что в Германии, что в Чехии. Всё это одинаково. Люди так же бюргеры живут. Тихо это и всё. Ну да, разве что на разных языках говорят. С Гитлером встречаются все главы государств. Заключают различные договоры. Торговля идёт. Ну да, потом он взял и начал предъявлять ультиматумы странам, допустим, Бенелюкса. Потом Аншлюз Австрии. Ну, в принципе, что, австрийцы думают, ну, один и тот же язык, одна культура. Ну, пусть придёт такая сильная, мощная Германия. Всё, пришли, всё тихо. Просто... Всё так же. Как костяшки домино, пах-пах-пах, эти страны все падали перед гитлеровской Германией. Это фраза из фильма романтического «Касабланка». Такой очень известный фильм, старый, когда они встречаются через много лет в «Касабланке». А первый раз они встретились в Париже, когда зашли немцы. Ну, можно вспомнить, примерно представить разговор двух людей, когда вошли немцы в Сталинград. Как они встречаются? Наши, допустим, мужчины и женщины. И вот они встречаются. Немцы были в сером, а ты была в синим платье. Ну, да, я помню это платье, я его берегу. Всё было очень... Она была в синим платье, немцы спокойно вошли. Они пили кофе, да? Они пили кофе, да. Потом, правда, они жаловались, что не те стали булочки, которые им подавали, и не те сливки, которые были до войны. Они вот об этом горевали. А всё, остальное всё нормально. Да, в этом, наверное, есть суть проблемы, о которой мы сегодня с вами говорим. Советский Союз был другим, он был непонятен, он был страшен. И, наверное, это страшило ещё больше. А жизнь, да, должна была протекать очень комфортно, спокойно, хорошо. И неважно, кто находится у руководства, немцы или французы, да? То есть это всё устраивало. Вот об этом и речь, да, конечно. Ну, по сути, сейчас есть Евросоюз. Евросоюз есть, да. Да, а прошла эта Вторая мировая война для них, Вторая мировая. И, так сказать, ну, практически всё известно о войне. И что же мы слышим? Последняя, недавняя, вернее, статья в «Зюдойче Цайтунг» о том, что, ну, что это русские опять героизируют жертв блокады? Это же жертвы были. О них надо скорбить. Ну, а там ничего героического нет. Ну, вот здесь очень правильно, понимаете, при переводе теряется смысл. Ведь все эти, все мероприятия, которые проводились, они были памятными. Они не были торжественными. Они пишут празднование, а на самом деле это памятные дни, скорбные. Да, это разные вещи. Но при переводе теряется слово «памятные» и появляется празднование. И тогда получается, что русские на кладбище, где похоронено полтора миллиона человек, что-то празднуют. На самом деле они дают память, да, они вспоминают. Это, ну, совершенно удивительные такие метаморфозы перевода зарубежного. Наверное, нет народа, который бы должен или мог бы забывать свою историю. Никто не говорит, что мы должны праздновать такие мероприятия. Но забывать о них тоже нельзя. Да, у каждого народа есть свои такие трагические, тяжёлые страницы. И в эти тяжёлые страницы об этом нужно вспоминать. Нужно показывать детям. Елена Владимировна, как вы тогда относитесь к фильму, который был снят в 2018 году и называется «Праздник»? О семье, которая жила в блокадном Ленинграде, вот она встречает Новый 42-й год. Это комедия. Чёрная. Ну, я слышала, я не видела фильм, я слышала о нескольких комедиях, которые сейчас сняли за рубежом. Одна касалась Сталина. Но это наша. А это наша, да. Но, понимаете, у нас в стране удивительная либеральная есть прослойка общества, которая, как правило, это такая либеральная интеллигенция, которая хает и клемит всё, что есть в своём государстве и превозносит всё, что есть в соседнем, неважно, будь то Франция, Англия, США или что-то другое. Мне всегда это было удивительно. Если ты восхищаешься другим государством, пожалуйста, ты имеешь возможность поехать. Если не эмигрировать, ты имеешь всегда возможность поехать туда поработать. Будь там востребован. Найди себя там, в этом прекрасном, процветающем, демократичном обществе. Мы все имеем такую возможность, правда? Мы не в Советском Союзе, границы не закрыты. Если ты так не любишь свою страну, если тебя всё угнетает, раздражает, разочаровывает, иди реализуйся, выйдь, покажи, что ты там востребован. А получается так, что заработать нужно здесь. И для того, чтобы заработать, нужно сказать, как здесь всё плохо, взять под это деньги в зарубежных фондах, которые радостно вам дают, снять какую-то гадкую, извините, часто, просто гадкую вещь, но заработать на этом деньги, а потом долго рассказывать, что ты либерал. Вопрос. Либерал – это человек, который любит свою страну и пытается сделать её лучше. Тогда каким ты образом делая фильмы не исторические, на другая, которые внутри делают больно огромного количества людей, переживших эти трагические события, что ж ты хорошего делаешь для своей страны? Ты зарабатываешь на этом и пытаешься себя таким образом рекламировать, когда сейчас пиарить. Да? Оставим этот вопрос для размышления на несколько минут. У нас сейчас новости, а потом продолжим. Вечерний перехват с Владимиром Андронахи и с Ильей Сарсенбаевой. Итак, ровно 75 лет назад закончилась блокада Ленинграда. Мы обсуждаем сегодня тот исторический аспект, который привёл к этим страшным событиям. Также говорим, вообще вспоминаем героизм тех людей, которые смогли пережить блокаду, которые смогли отстоять город. Но вот сегодня помогает нам погрузиться в историю Елены Владимировны Латышева, доктор исторических наук, заведующая кафедрой документов ведения и архива ведения Крымского федерального университета. Напомню, студийные номера плюс семь девять семь восемь четыре нуля двести шестьдесят четыре. И короткий номер сорок шесть сорок семь. Присылайте сообщение со словом Крым, либо же задавайте свои вопросы по Вайберу и Ватсапу. Номер плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Ну и продолжая вот этот разговор о морали и вокруг блокады Ленинграда, тут опять вспоминаем вдруг такой вот, знаете, наклон этой темы о том, что там было, как уже, как люди гибли, как люди там и каннибализм был, и то, и другое, люди теряли человеческое облако, всё это было. Было, безусловно. Всё это так, но был и героизм. Понимаете, война, она всегда имеет не одно лицо, да, безусловно, с потрясающим героизмом, стойкостью. Всегда есть люди, которые болеют, которые, ну, как бы, скажем, меняются. Всегда вместе с героизмом всегда есть предательство. Ну, так устроено, есть сильные, слабые люди. Но голод вообще вызывает страшные вещи, просто физиологические вещи страшные. Дай Бог, чтобы мы с ним никогда не сталкивались. И просто по ряду своей профессии, изучая историю ещё в студенческие годы, мы проходили, естественно, Вторую мировую войну, и проходили голод и в Ленинграде, и до того, которые были в Советском Союзе, да, после Гражданской войны, и проходили, естественно, вот эти стороны изменения сознания при длительном голодании. Каннибализм тоже был, безусловно, и нельзя обвинять людей в том, что они такие чёрствые, плохие, это просто изменение, с ума сходят люди от голода, такого длительного. Ведь мы до сих пор не понимаем, голодать мы себе представляем, сейчас мы все живём достаточно сыто, и представляем себе поголодать, ну, это вот я сейчас на недельку на диетку сяду и стану стройнее. Ну, вот это хорошо, там давление понизится ещё что-то. Посижу на кефирчике. Да, на кефирчике посижу, а потом через недельку достану всё, что я любил кушать, и налопаюсь, как положено. А если ты представишь, что это не неделька, не две, не три, а три года. И не на кефирчике. Нет, на трубях. На трубях. А то и клеи, корешочках, и я вообще не представляю, там 150 грамм хлеба. Что такое 150 грамм? 125, простите. 125 грамм хлеба. Хлеб, это я сейчас говорю, мы представим, тоже хлеб, да? Мы представили с вами батончик, красивый, вкусный, замечательный, ароматный. Отрезали 150 граммов, допустим. Нет, это там была овсяная мука, ржаная, отруби, солод нефильтрованный, как-то он так называется, то есть такой, который тяжёлый. Хлеб был чёрного цвета, соответствующего запаха. Да, то есть это совсем другая вещь. Елена Владимировна, ну, чтобы представить себе, 125 грамм, это ломтик хлеба один или два? Маленький, небольшой, да. Это один, да? Я думаю, что это один ломтик хлеба. Ну, хорошо. Паечка, говорили паечка, понимаете, это вот небольшой совершенно кусочек. Эта самая булка, она, вот эта полная буханка хлеба, она весит около 800 граммов. Вот одна восьмая часть. А если вы представьте, что кроме этого хлеба нет больше ничего. И больше ничего. Там 250 грамм выдавалось, по-моему, тем, кто работал на заводах. Да. Да, они работали. Я не представляю, как можно на 250 граммах вот такого хлеба три года существовать. Понимаем, что люди быстро съедают свои запасы, да, очень быстро. Одна зима. А 300 грамм получали там ремесленные, по-моему, служащие. Пожарные тоже. И пожарные, да, кто тушил. Всё. Даже, я не представляю, что для мужчины 300 грамм хлеба, вот поверьте. Особенно для крупного человека. И вот смотрите, и это просто люди не сидели и ждали, а работали. Там заводы работали. Давайте с вами добавим, что в городе не отопление, не тёплой воды. Да, конечно. А три зимы холодной. Электроэнергии никакого нет. Первый год средняя температура, насколько я помню, была минус 18 с чем-то, почти минус 19 градусов. Я средняя. До 35 и с чем-то доходили морозы, а отопления нет. Сожгли всё, что можно было. Но это тоже очень быстро кончается, да, когда нет отопления. Воды нет, отопления нет, горячего нет, газа нет. То есть я не представляю, как люди выживали. Это фактически три зимы. Три зимы. Три зимы. Сильные, суровые. Далеко не крымские, да? Да. Вот мы сейчас вышли с вами, а там плюс 10. Там минус 10. Да, да. Причём, если я помню, в третью зиму, или вторую или третью, сейчас врать не буду, но одну из двух, температура минусовая держалась полгода. Представляете, полгода. Ну вот. До мая месяца, минусовая. Ну так вот, об этом, возвращаясь к этой статье, ну, в конце концов, тут же вырывается первое такое желание, реакция. Уж не немцам нас учить, как нам отмечать наши даты и что отмечать, а что не отмечать. Ну, я думаю, раньше они бы не позволили себе написать такую статью и сделать такое высказывание. Да, правильно. Вот именно. А теперь это позволяет. А сейчас всё покупается и продаётся. Стало модным плевать, стало модным обзывать, стало модным обвинять, пересматривать. Это такая модная тенденция вседозволенности. Это очень плохая тенденция, безусловно, но она существует. Пинать журналистов российских, да? Это тоже для меня... Которые пишут, ну, так сказать, с патриотических или с нормальных человеческих позиций пишут о стране, о власти как есть. Потому что, ну, в некоторых, так сказать, слоях модно наоборот всё критиковать. Удивительная ситуация. Я в Москве сталкиваюсь, в Санкт-Петербурге сталкиваюсь с такой вот прослойкой либеральной интеллигенции, которая считает, что ей чего-то недодали, что она чего-то недополучила, а вот придёт какая-то либеральная власть, да, и вдруг произойдёт чудо. А чудо в чём должно заключаться? Вот они такие хорошие, замечательные, умные, но они вот там чего-то меньше зарабатывают, чем им хотелось бы. А вот каким-то образом начнут зарабатывать много, и всё вокруг станет замечательно. Я не совсем понимаю интеллигенцию эту. И главное, нужно залезть в интернете на какой-нибудь удивительный сайт, где написано совершенно не то, что транслируется по центральным каналам, и якобы это и есть правда. С этим мы часто сталкиваемся и обсуждаем, кстати, это всё у нас в эфире, но возвращаясь вот к Ленинграду, и тогда уже надо говорить, может быть, сейчас коснуться темы воспитания подрастающего поколения, для которого Великая Отечественная война – это уже очень далёкое событие. Смотрите, в истории есть, ну вы, наверное, знаете, основополагающее правило смены трёх поколений. В генеалогии считается, там идёт четыре женских за столетие, и три мужских, ну это связано с детальностями. Вот 75 лет как раз. То есть, если бы это услышали люди, которые это прошли, они бы забили ногами, они бы стерзали, да, они пережили, переболели. Если бы услышали их дети, они бы отвернулись и никогда не поздоровались, потому что они дома это слышали, видели, и видели людей, которые прошли блокаду или голод военный, да, они крошечки со стола съедают. Вот этот детский голод детский, он не отпускает никогда, он всю жизнь преследует. И вот сидит бабушка, и она пальчиком собирает крошки со стола. Это вот с детства осталось. И, конечно, дети, когда вырастают в такой семье, они слышат, понимают, видят, им рассказывают, что вот эти умерли от голода, эти замёрзли и так далее. Они себе не позволят этого. Но мы гордимся поколением, которое выросло без войны, да, мы говорим, что сейчас мирное время, выросли без войны. Так уже третье поколение? Да, уже третье, да. И вот ещё мои бабушка с дедушкой, они воевали. И для меня это живая история, это история живая моей страны. Мой ребёнок слышал об этом, знает, потому что я историк, я, наверное, этим делюсь. Есть люди, которые потеряли связь, которые раньше ушли родственники, об этом не говорилось, на этом не застрялось внимание. Пытались детей не травмировать, не рассказывать им страшные вещи, ведь рассказывать приходится часто страшно, нужно найти время, чтобы это ребёнку преподнести. И постепенно-постепенно это вымывается, они рождаются в хорошем мире, спокойном, комфортном. Когда один ребёнок в семье, в лучшем случае два, и вся жизнь, родители много работают, мало уделяют времени, потому что у них нет ресурса какого-то. И, видимо, это является упущением. И постепенно-постепенно заполняется соцсетями пространство их сознания. А соцсети, у меня очень хорошая есть математика, коллега, она когда сказала, что интернет – это мусорка. Туда высыпают все, кто что хочет и всё, что может. А мы потом копаемся и пытаемся найти то, что для нас приемлемо. Ну, вы знаете, что в этой мусорке есть места, где можно найти что-то хорошее. Я вам говорю, можно не найти. А можно и… да, нет. А люди, которые и не ищут это, или просто не знают, что там искать. А если базы нет? Да. А такое всеятельность. Вот я открою, и что увижу, то и почитаю. И всё. А есть ещё модно-немодно. Всегда молодёжи свойственно противоречие. Понимаете, есть ещё одна проблема. Молодёжь не слушает радио практически. Вот я делала опрос среди студентов, и мне было интересно, насколько они смотрят телевидение, радио, насколько новостные каналы. Нет. Представьте, общежитие огромное. Да, десятиэтажное общежитие. А телевизоров нет практически ни у кого. У них ноутбуки. Они перекачали, посмотрели, перекачали, посмотрели, залезли в интернет, в соцсети. Там что-то постят, что-то обсуждают. Причём, чем больше обсуждают и постят, тем это престижней. Они своя точка зрения очень быстро меняется в зависимости от компании, в которую вы попадаете. То есть, эта культура общения, она меняется очень сильно. Не смотрят, понимаете? Ну, не смотрят, мало смотрят телевидение, мало слушают. А если слушают, то в основном радио, где идёт в основном музыка. Да, да, да. Вот. Ещё одна причина. А если в школе, ну, так себе преподавали, то всё, вот она, история и уходит. Есть ещё один момент. В Украине на протяжении очень длительного периода времени я в школе не работала, но мы наблюдали тенденцию сокращения времени на преподавание Великой Отечественной войны. То есть, к моменту нашего вхождения в Российскую Федерацию на Великую Отечественную войну в школьных учебниках, если я не буду сейчас врать, то ли 4, то ли 2 часа отводилась. Мы сейчас прервёмся. Маленькую паузу. Проверка на дорогах. 17 часов 45 минут. Симферополь, Яндекс.Пробки. Центр города Чист. Прилегающие улицы Спокойной и не загружены. Не загружена даже улица Пролетарская и Шмидта. Традиционные улицы, которые обычно заполнены машинами. Ну, в общем-то, в целом идеально. И, к счастью, ни одного ДТП. Вечерний перехват с Владимиром Андронахи и с Ильёй Сарсенбаевой. Напомните, пожалуйста, так сколько было на историю, на Великую Отечественную войну? Вот или 2 часа, или 4, но не больше. Вот, пожалуй, на всю войну. Это поколение выросло. Да. Поколение выросло. Понимаете? Оно уже выросло. Оно уже выросло, да. Оно сейчас за 20 лет сформировалось. Ну, уменьшение шло постепенно, но тем не менее. Ну, это вообще страшно. Вот ещё одна причина. Когда поколение не знает истории своего Отечества, своей страны, ну, я не знаю, в том числе и своей семьи, и своего рода. Здесь тоже интересная ситуация. Генеалогия занималась, и сейчас у меня бывают проекты какие-то, да, мне спрашивают детей, мне интересно. Очень часто конфликтные ситуации в семьях, когда кто-то из родителей не общается. А, к сожалению, проблема не только Российской Федерации, в мире в целом это разводы, огромное количество разводов, да. И дети растут в неполных, половинчатых семьях. Ну, слава богу, у нас ещё нет родителя А, родителя Б. Я вообще это трудно представляю, как во Франции родитель А, родитель Б. То есть вообще какая-то опосредованность, да. Но, тем не менее. И не только во Франции. Не только, да. Но в Евросоюзе распространяется сейчас. У нас всё-таки понятие мама-папа сохраняется. Но вот это мама-папа бывает отсутствие кого-то из двоих. Естественно, дети даже не могут добраться до сведений у второй половины. Значит, они уже теряют связь со старшим поколением. Они не могут даже фотографии найти. Вот очень большое количество студентов у меня. Они не могут предоставить фотографии дедушек, бабушек. У них нет. Да. Знаете? То есть... Ну вот... Или живут очень далеко. Расстояние в Российской Федерации огромное. И живут они где-нибудь на севере. Вы знаете, что это от семьи зависит. Ну, понимаю. А не от расстояния. Это всё-таки зависит от семьи. Поехать даже часто не могут. Понимаете? Ведь как бы мы ни переслали, чтобы не рассказали, есть понятие коммуникации. Нам ближе люди, с которыми мы растём. Которых мы периодически видим. А стоимость того же перелёта, допустим, где-то в северный регион очень высокая. И, естественно, отвезти на лето к бабушке в деревню или просто даже к бабушке нет возможности. И вот эта ниточка, она не срастается. Она не складывается за время жизни человека. И он не бережёт эти фотографии. Он их не видел. Хотя при опросе практически 200 человек мы опрашивали. У всех дома есть какие-нибудь фотографии кого-то из родственников Великой Отечественной войны. С какой-либо стороны. У всех есть какие-то памятные или наградные знаки, или благодарности, почётные грамоты кого-то из родственников. Какие-то предметы быта, какие-то украшения, которые передаются. Во всех семьях, я могу сказать совершенно спокойно, в 99,9 случаях, за редким исключением, очень редким, всё-таки что-то сохраняется. И такая культурная память, она продолжает существовать. Традиции существуют. Но есть проценты, достаточно большой, где есть конфликты в семье, на почве разводов, расставаний. И там это неполное, да, и очень тяжело переносят дети вот эти вещи. И там найти вторую половину практически нельзя своих родственников. И что, Елена Владимировна, исходя из этого всего, о чём мы говорили, вот мы приближаемся к завершению разговора. История Великой Отечественной, она огромна. Она такая многослойная. Но вот есть какие-то очень важные узловые моменты, страницы этой истории, которые обязательно должны знать мы все, чтобы мы ценили Отечество, чтобы мы ценили историю, чтобы мы были патриотами в конце концов. И вот блокада Ленинграда – одна из таких страниц. Да, я совершенно убеждена, когда в студенческие годы мы изучали, проходили блокаду Ленинграда, Сталинград, оборону Москвы, какие-то такие, Холокост. Я всегда воспринимала это глубоко трагично. Вот я это точно помню, со слезами на глазах. Мне безумно было жаль того количества людей, которые полегло. Ведь в саму блокаду Ленинграда 97% умерли от голода. Это не от защиты, не от унистрельных ранений, не от взрывов, не от пожаров. 97% из полутора миллионов людей умерли от голода. Именно так, да. И тем не менее, смотрите, ведь, кстати, говоря о школе, и вот об этом, о чем вы подчеркнули, смотрите, как важно детям, говоря об истории блокады, если это школьники, то вспоминать эти самые дневники Тани Савичевой, Елены Мухиной, девочек, которые переживали эту самую блокаду и писали об этом. Кстати, у Лены Мухиной как написано, мы не сдадим Ленинград, пока не погибнет последний ленинградец. Вот девочка так написала. Люди так видели, они так чувствовали. Они так чувствовали, да, и вот считать, а их жертвами нет. Их надо считать действительно героями. Победителями. И победителями. Да, хорошая фраза, с которой нужно было начинать наше сегодняшнее с вами, наверное, радиотрансляцию, победителей не судят. Понимаете, вот просто не судят победителей. Нельзя говорить, нужно было сдать, не нужно было сдать. Не нужно. Они выиграли, выстояли, они победили. Они победители. Как можно сейчас пытаться опровергнуть то, что история уже утверждена? Да? Они отстояли, прошли, победили. Это вы говорите потому, что сейчас есть попытки пересматривать это всё, переоценивать. Ну, я ещё раз хочу, наверное, установиться на том, что у нас модно как-то выделиться, да, часть выделяется из общей массы какими-то очень нестандартными работами, статьями. Вас так не заметят, если вы напишите то, что говорили до вас, говорят сейчас и будут говорить завтра. Но вот если вы напишите, что это не синее, это зелёное, кто-нибудь да заметит. Представляете, этих, допустим, тех же журналистов будут обсуждать, они где-то засветятся, о них вдруг кто-то скажет. Каждый выбирает свою сторону дороги. Да. Кто-то выбрал одну, а кто-то другую. И ничего с этим поделать нельзя. Мне тоже кажется, что это не совсем порядочно выделяться за счёт таких вот фейковых, да, наверное, сейчас такое красивое слово молодёжное, вещей. Да, да, да. Но, тем не менее, люди есть всегда, которые пытаются выделиться всеми возможными способами. Вот, а баба и га против. Каждый выбирает, и вы очень хорошо сказали, я тут же вспомнил стихотворение Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя. Да. Как умеет. Надя живёт, как умеет. Да, да. Другое дело, что пока идёт становление личности, надо помогать видеть и различать добро от зла, белого и от чёрного. Но для этого существует семья. Вы знаете, вот здесь интересное понятие, которое сейчас пытаются подменить. Мы говорим, родители говорят, вот мы привели ребёнка в школу, школу должна воспитывать. Нет. Школа не воспитывает, она обучает. Она направляет, обучает. Безусловно, она должна знакомить с материалом, должна преподносить подлинные факты, как это положено с исторической точки зрения. Но воспитывает семья. Если в семье будут говорить, да не слушай, там всё фигня в школе, что тебе рассказывают. На, почитай, не знаю, жёлтую прессу или залезь на этот сайт, где с утра до вечера ругают всё, что можно, то ребёнок вырастет озлобленно, но это государство любить не будет. И что бы школа ни сделала, каким бы ковриком ни сложилось и ни разложилось, она не достучится. Для ребёнка папа-мама, это его окружение в семье, ну, до подросткового периода, это то, что даёт закладку основную. Приходят, скажем, бывшие школьники в институт, здесь мы можем откорректировать. Ну, кроме нас существует их субкультура, то пространство, в котором они существуют. Мы для них анахронизм. Мы старшее поколение, очень возрастное. По-прежнему не гилистые студенты? Нет, разные. А, вот. Но дети у нас хорошие, студенты у нас хорошие. Но всегда, понимаете, кроме нашей точки зрения, будет ещё чья-то и ещё родителей. Да, конечно. И, конечно, бы хотелось, чтобы они как-то шли в одном, простите, фарваторе. Но не всегда получается. Но в общей массе я могу сказать сегодня, я очень хорошо отношусь к студентам, и студенты у нас хорошие. Молодое поколение хорошее. Ну, и это те студенты, которые знают историю? Ну, мне кажется, что они должны знать свою историю. Понимаете, они должны ещё и стремиться её изучать. Стремиться изучать? Да, конечно. И они должны понимать, что знания эти надо не только держать в себе. И любить своё государство нужно обязательно. Потому что, если ты его не любишь и не уважаешь, ты не уважаешь себя, потому что ты живёшь в этом государстве. Ну, Елена Владимировна, так же не скажешь себе, я должен любить эту страну, в которой я живу, я должен любить его так вот как молитву. Но себя мы любим. Ну, мы себя любим, да? Но мы же не говорим, я должен любить себя. Но думаем так. А, да, конечно. Значит, надо создавать… Мы бережём себя, думаем о себе, правильно? Значит, надо создавать такие условия, чтобы или так закладывать воспитание, чтобы считать, что я живу в этой стране, это мой дом, это моя родина, и другой у меня не будет никогда. Я хочу сделать лучше. Вот это вот интересный посыл. Я хочу сделать лучше свой подъезд, свой дом, свой институт, ну, не знаешь, школу, себя. Да, это неразделимые понятия. Народ, церковь, отечество. Да, мы возвращаемся, ну, церковь мы говорим, это может быть религия, Россия, много религиозное государство, ты можешь быть буддистом, мусульманином, но ты должен любить себя, своё государство, свою религию, потому что и то, и другое, и третье предполагает любовь к своей семье. Тут вспоминается такая цитата, я не смогу очень точно ее воспроизвести. из нашего сатирика Задорного, который не так давно ушел, вот он говорил, что мы все хотим жить в цивилизованной стране, поехать, никуда не надо, уезжать. Ты просто не бросай мусор. Ты просто убирай, ты просто говори, не сквернословь, не ругайся. Начни с себя. Это самое сложное. Самое-самое сложное начинать с себя. Веди себя вот так вот, и ты будешь жить в цивилизованной стране, и не надо никакой искать страну. Вот так вот. Всем хочется, чтобы откуда-то что-то спустилось, все изменило вокруг. Или я перееду туда, и все. Ну, во-первых, нигде нету рая, как уже доподлинно известно. Ни одна страна мира не является раем. И там тоже свои проблемы. И понимаете, есть возможность сейчас, если в мою молодость возможности выехать из Советского Союза у меня не было, и мы не рассматривали. То есть сейчас, молодежь, пожалуйста, ты хочешь себя реализовать во Франции, Англии, где угодно? Реализуй. Если ты не можешь этого сделать, ну, тогда не говори, что там хорошо и здесь плохо. Реализовывай себя здесь. Найди себя где-то, в каком-то пространстве государственном, да, неважно. Очень много студентов МГУ уезжает по международным программам, работает во всех очень известных вузах мира. Прекрасно работают. Часть возвращается, кто-то остаётся, но это их выбор, они могут и реализуют. Им никто это не запрещает. В принципе, как и нашим студентам, ну, у нас сейчас серая зона, может быть, сложнее уехать в какой-то зарубежный вуз, может быть, но тем не менее, есть такая возможность, но нужно соответствовать критериям, изучать язык, вкладывать, очень много работать. Если ты не готов это делать, да, ну, это твои проблемы, это не потому, что страна плохая. А где ты такой тогда нужен, если ты такой? Не знаешь? В своей стране реализуйся здесь. Может быть, это будет твой путь, и он будет самый лучший, самый яркий, самый замечательный. У нас как-то рассматривают, вот как-то, да, где-то вот там замечательно, а в нашей стране вот здесь, пожалуйста, реализуйся. А у нас, говорят, не место красит человека, а человек. Это да, ну, я согласна совершенно, безусловно. Так что, даже если ты уедешь в самую-самую какую-то страну, даже не могу представить, о какой можно так говорить в стране, то все равно счастья ты, особенно там, ни себе не прибавишь. Об этом даже говорят те, кто туда переехал, в разные страны, они тоскуют по России, ну, уже обстоятельства. Безусловно, человек привыкает. Я всегда для себя, для себя вот вывела, что если уезжают люди, то они должны быть очень молодыми. Все равно адаптация к другой стране, к другой культуре, она существует. Но наши, кстати, граждане отличаются часто тем, что они адаптируются, они готовы адаптироваться, они готовы изучать чужую культуру, они готовы понимать и принимать. Наверное, это свойственно нашему многонациональному государству. Мы изначально спокойнее относимся к другим религиям, которые, да, к другим культурам. У нас веротерпимость, да. И поэтому как раз они в отличие от очень многих других представителей. Елена Владимировна, где родился, там и пригодился. Большое вам спасибо за разговор. Вам тоже большое. Приглашайте. Спасибо. Спасибо.